Это путешествие с теми, кто научился выживать. По запретным мирам, проверенным бременем. И землям с иными культурами. Мы прикоснемся к духу, закаленному опытом. И встретимся лицом к лицу с великими мастерами в цикле программ «Смертельные искусства». Смертельные искусства. Каратэ. Остров Окинава, Япония. Самый крупный из островов, расположенных недалеко от восточного побережья Китая, Окинава был частью полунезависимой монархии. Несмотря на многократную оккупацию, сначала Китаем, потом Японией, а потом и Америкой, остров навсегда сохранил свой собственный ритм. Гордый народ окинавцы нашли в себе силы восстановиться после почти полного уничтожения в конце Второй мировой войны. Специалист по боевым искусствам с 25-летним стажем Жозет Нормандо приехала на родину каратэ Окинаву, чтобы учиться у мастеров. Ее цель – понять каратэ глубже, чем это можно сделать по голливудским фильмам. Название каратэ происходит от японских слов «кара», что значит «пустая», и «те» – «рука». Это мощная комбинация атакующих и защитных приемов ближнего боя. Каратэ – это изнуряющие, безжалостные тренировки. На Окинаве каратэ – это замкнутый мужской мир, и я не уверена, пустят ли меня в него. Мне остается лишь тренироваться и надеяться. Первая остановка Жозет в столице Окинавы, в городе Наха. Будакан – тренировочный центр по боевым искусствам, который есть в каждом крупном японском городе. Здесь, в Будакане, подходят к концу международные соревнования. Жозет должна здесь встретиться с земляком. Жозет, как дела? Добро пожаловать! О, привет! Привет! Все отлично! Жан Фринетт – пятикратный чемпион мира по музыкальным ката и обладатель восьмого дана и черного пояса по каратэ. Он работает постановщиком трюков в крупных канадских и американских фильмах. Жан пригласил меня в Будакан, чтобы показать, что сегодня каратэ стало слишком соревновательным. Оно превратилось в спорт во имя призов и наград. Но для Жана и меня истинный смысл каратэ в другом. Согласно традиции, основная цель каратэ – это каратэ-до, то есть единение тела, разума и духа, ведущее к личному просветлению. По-японски способ достижения этого состояния называется «до» – путь. На Окинаве «до» по-прежнему остается смыслом этого боевого искусства. В прошлом и я принимала участие в соревнованиях, но здесь у меня другая задача – изучать каратэ по-окинавски. Я выберу одну ката, буду интенсивно ее разучивать и по ней следить за своим прогрессом. Ката – это строго определенная серия движений, которая исполняется против воображаемого противника. Через многократные повторения ката гармонизирует тело, разум и дух. И если вам повезет, однажды вы можете достичь просветления через безупречное ее исполнение. После нескольких дней тренировок с Жаном, Жазет не терпится перейти к серьезному обучению. Она должна найти себе сенсеев или мастеров, которые обучат ее азам окинавского каратэ и, в частности, помогут освоить выбранную ката. Окинавское каратэ отличается от традиционного японского ката. Жан просит сенсея Цунео Кинжо, седьмой дан, познакомить ее с основами традиционного окинавского каратэ. Когда умер его учитель, сенсей Кинжо из чувства признательности и ответственности взял на себя заботу о школе токумура. Как и большинство сенсеев на окинаве, днем он работает на обычной работе, а вечером тренирует учеников в своем доджо. Так называется зал для тренировок. На свое первое занятие Жозет приносит подарок. Это часть древней традиции и обязательное требование для каждого новичка, переступающего порог доджо. Как и всякому новичку, мне хочется спрятаться за спинами, держаться потише и надеяться, что все будет хорошо. Но потом я чувствую сенсея Кинжо у себя за спиной. Все, что я изучала годами, необходимо пересматривать. О боже, сколько работы! Стоит мне обернуться, и каждый раз сенсей Кинжо у меня за спиной. Поправляет ошибки, советует, объясняет. Лишь только я решила, что все позади, сенсей Кинжо останавливает занятие и вызывает меня вперед. Что ты чувствуешь? Что я чувствую? Да. Это наш гость. Я очень счастлива, наконец-то, начать настоящее занятие на Окинаве. И, надеюсь, благодаря всем вам, к концу моего визита я улучшу и свое карате, и свой японский. Сад Фукушуэн в самом сердце делового центра Наха символизирует тесную историческую и культурную связь острова с Китаем. В конце 15 века окинавский монарх Шо Шин отобрал оружие у местных жителей. Это вынудило окинавцев искать другие формы самозащиты. В последующие 500 лет многие окинавцы будут ездить в Китай, где боевые искусства развивались столетиями. Хотя письменных подтверждений этому нет, считается, что из этих поездок они привезли на окинаву различные навыки боя с пустыми руками, из которых со временем развилось карате. Блок, снова блок, еще один, еще. Мои руки ноют от нескончаемых ударов, и я с надеждой на отдых жду окончания тренировки. Но, похоже, у сенсея Кинжо для меня припасено кое-что еще. В этом методе, называемом хожу-ундо, используются различные предметы из фермерского обихода для развития силы различных частей тела. Это упражнение с кувшинами по 9 килограмм каждый называется нигири. У этих кувшинов не за что ухватиться, а он держит их кончиками пальцев. Это выглядит легко, но я знаю, что каждый мускул под его белым кимоно крайне напряжен. И тут я понимаю, что сенсей Кинжо хочет, чтобы я попыталась повторить это. Не уверена, что я смогу поднять эти штуки, не говоря уже о ходьбе с ними. Очень быстро Жазет понимает, что хожу-ундо, упражнения с традиционными предметами обихода, невероятно тяжелы. Эти каратисты могут себе позволить и самое современное оборудование, но на Окинаве сенсей хранят традиции и тренируют по классической системе. Надеюсь, эти занятия подготовят меня к предстоящим более насыщенным тренировкам. Чиши, палка с утяжелением, вроде мельничного жерного, доказала свою эффективность в веках, и отказываться от нее здесь никто не собирается. Иши Саши, древний каменный замок, развивает силу удара. Проблема, правда, в том, что для этого нужно быть здоровым, как буйвол. Кстати, о буйволином здоровье. Тан, некое подобие гантели, похожей на ось с колесами, выглядит игрушкой в руках сенсея Кенжо, но это очень серьезный снаряд. Он используется для развития силы предплечья и кистей рук, для проведения эффективных захватов. Чтобы развеять последние остатки сомнений насчет того, насколько это тяжело, достаточно послушать сенсея. Поскольку сенсей Кенжо уделил мне столько внимания, я чувствую себя немного в долгу перед его учениками за их терпение. Последний подарок для сенсея. Большое спасибо. Какая гармония обнаружит в сенсея ребенка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Поскольку мои руки оказались слишком малы для его нигири, сенсей Кинжо привел меня к Арагаки, чтобы сделать мне персональные кувшины. Сенсей Арагаки один из немногих оставшихся мастеров на острове. Это искусство, передающееся от отца к сыну? Да, 16. Вы имеете в виду 16 поколений? Почти 400 лет. Это мастерство передавалось из поколения в поколение? Да. Он часто делает кувшины для каратистов? Да, иногда ему делают заказы. Большие, маленькие. Специальные размеры? Это для мужчин 10 килограмм и для женщин 6 килограмм. Мастерство передавалось даже с которой hold в Honda-да. oisи, мед – подсказали. Мастерство. Это 6 килограмм. 15 килограмм Un-arcейские –ечение всего 6 килограмма. Хотance делать учиться и 17 килограммов. Так, что Jabin – мед�стебати. 紀 – санцебари. Спасибо. Наконец у меня появились свои собственные нигири. Теперь не отвертеться. Я стараюсь держать спину прямо, а руки твердо. При каждом шаге мне приходится впиваться в землю пальцами, чтобы устоять на ногах. Наверное, мои пальцы никогда не восстановят чувствительность. Укрепление тела и изучение основ идет успешно. И теперь Жазет просит Жанна помочь ей выбрать подходящую ката. Вместо этого Жанн предлагает пойти перекусить. Жанн знакомит меня с Шинзо Чинэм, шеф-поваром и владельцем из Акая, или закусочной. Но это не единственное искусство, которым владеет Чинэм. Сенсей Чинэм, обладатель почетного восьмого дана и специалист по ката, является судьей всей японской федерации каратэ-до. Чинэм приветствует Жанна как старого друга и ведет себя очень демократично. Но я не уверена, что уместно просить сенсея о помощи за ужином, особенно когда он его приготовил. Но Жанн меня успокаивает. Нам нужна ваша помощь, ваше наставничество. Помочь Жазет освоить ката. Конечно, когда у вас будет время, направить ее. И я думала, все будет гораздо труднее. Через несколько дней позвонил Чинэм и пригласил Жазет в Будакан, где она сможет выбрать для себя ката. Чинэм не сказал мне, что сегодня я буду тренироваться с самыми известными на острове мастерами. Хотя я едва знакома с большинством окинавских ката, Жанн успел показать мне дыхательные ката, которыми начинаются и заканчиваются все тренировки. При дыхательном ката вся энергия направлена на укрепление тела, как бы создавая доспехи, защищающие желудок, почки и другие важные органы. Старые мастера знали, что в сражении придется принимать удары, а не только отражать их, и готовились к этому. У меня есть возможность увидеть различные ката в исполнении мастеров, а также выбрать подходящую ката для себя. Готовясь выбрать для себя ката, Жазет приближается к традиции, уходящей вглубь веков, когда китайцы начали развивать методику самозащиты, имитирующую боевые повадки животных. Со временем эти повадки были трансформированы в поставленные движения окинавских ката. Чтобы лучше понять окинавское карате, я должна освоить все основные ката, но я хочу выбрать еще одну для более глубокого изучения. Оттачивая ее движение, я смогу следить за своим прогрессом. Сэгунчин! Мне нужно найти ката, которая подойдет именно мне. И ката Сэгунчин, показанная Сэгунчином, мне сразу приглянулась. В ней есть широкие движения, подходящие для моих длинных ног, и определенная грациозность и женственность. Я думаю, ката Сэгунчин мне подойдет. Она мне нравится. Нравятся все эти движения, они очень красивые. Я думаю, я остановлюсь на этой ката, которую Сэгунчин мне сейчас показал. Но мне еще многое предстоит освоить. Очень многое не получается. Пора идти работать, пока. Пол шестого утра рыбный рынок Макиши уже бурлит. Оптовые покупатели из ресторанов и магазинов покупают здесь свежую рыбу, только что пойманную. Я знаю, что если бы я проснулась достаточно рано, я могла бы посмотреть, как Сэнсэй Чинэн выбирает рыбу и узнала бы что-то новое об окиновской кухне. Но у меня другие задачи. Он должен помочь мне сделать первые шаги в освоении ката, запомнить каждое движение. Пока мы ищем место для тренировки в парке Сэйоши, нам встречаются местные жители. Пробуя собранные ими травы, я размышляю о знаменитом окинавском долголетии. В чем состоит его секрет? Многие окинавцы живут по 90-100 лет и больше. Их диета включает в себя свежую рыбу, свежие овощи, морскую капусту, тофу, зеленый чай и активный образ жизни. Уровень раковых и сердечных заболеваний тут очень низок. Сэнсей Чинэн Когда Жазет начинает запоминать замысловатые движения ката Сиэн Чин, Сэнсей Чинэн напоминает, что движение нужно отрабатывать неустанно, до автоматизма. Изучать ката очень трудно, потому что трудно улучшать движение. Это не удар, это просто толчок. Сэнсей Чинэн напоминает, что нельзя расслабляться до самого конца. Но конец не обязательно там, где ты думаешь. Чтобы отвлечь меня, Жан подготовил визит к необычному сэнсей. Интересно, что значит необычный? Вместе с летней жарой и влажностью на Окинаве растут и нагрузки Жазет. Половина ее визита на Окинаву уже позади. Жазет должна начать работать интенсивней, если она хочет поднять исполнение ката на более высокий уровень. Джун Докан Окинавы – это Мекка-карате. Это крупнейший тренировочный центр на острове, пользуется всемирной славой. Здесь, в штаб-квартире школы карате Гожу-рю, не проводят формальных занятий. Обладатели черных поясов тренируются в своем ритме под неусыпным оком сэнсея. В Джун Докане от учеников ожидается высочайший уровень самодисциплины и самоотверженности. Теперь, когда я запомнила все движения ката, время переходить ко второму этапу. Необходимо разбить ката на серию взрывных комбинаций и повторять их снова и снова. Преимущество занятий в Джун Докане в том, что черные пояса помогают друг другу. Здесь столько экспертов, что нетрудно найти кого-нибудь, кто бы тебе помог. После нескончаемых тренировок в жарком и душном Джун Докане приятно выбраться на свежий воздух. Джун сказал мне, что если меня интересует сюрприз, то я должна найти его в парке Сэйоши. Привет, Джазет. Как дела? Знакомься, это Сэнсэй, это Джазет. Добрый день. Добро пожаловать, Джазет. Что ты делаешь? Тренируюсь. Я наблюдал за методом тренировки Таэра Сан. В нем все основано на вибрации. Не на традиционном длинном сильном ударе, а на коротких быстрых взрывных сериях. Держим, держим. Удар. Это двойная техника. Это невозможно сдвинуть. Именно так Сэнсэй Таэра создает и отрабатывает свои ката. Он использует дерево в качестве оппонента. Кажущееся безумство является методом. Биться от дерева – это, конечно, новый уровень методики тренировок даже для окинавы. Но Сэнсэй Таэра, который является офицером полиции, наверное, не зря использует этот метод. Возможно, от него зависит его жизнь. Жан не просто так познакомил меня с Сэнсэем Таэра. Оказалось, что Таэра является экспертом по Бункаи, применению атак и контратак ката против реального противника. Он объясняет, как выбранная мной ката может работать в ситуации реального боя. Бункаи вносит в ката реализм. Когда я снова начну отрабатывать ката, Бункаи поможет мне визуализировать оппонента. Хотя окинавские каратисты относились ко мне с огромным почтением, даже после многих недель совместных тренировок им было трудно забыть тот факт, что я женщина. А, ты куда? А, я зря. А, я знаю. А, я зря. А, я зря. Мой переводчик и подруга Лесли Джун Лакан предлагает выбраться отдохнуть. После долгого пребывания в исключительно мужской компании я радостно соглашаюсь. Мы идем в ресторан Йо Цудаки полюбоваться на традиционный танец карате буйо. Красота танца буйо заключается в изображении сдержанных эмоций. Эти женщины мягко передают аудитории свои эмоции при помощи пластики под аккомпанемент собственного пения и музыки. Кто эта женщина? Довольно необычно увидеть ката в танцевальном шоу, но силы и грация этой женщины поистине поразительны. Я должна с ней познакомиться. Лесли говорит, что это сенсей Агидо, мастер карате буйо, хореографии на основе карате и кабудо, оружейного искусства Акинавы. Карате буйо возникло в 50-е годы 20-го века, но выступление Агидо уходит корнями к древнему акинавскому боевому искусству кабудо. В конце представления я прошу у Агидо разрешения тренироваться с ней и женщинами из ее труппы, чье выступление так меня поразило. Когда в 17 веке японцы установили контроль над Акинавой, они оставили в силе запрет на ношение оружия, установленные шошином. Сохранилось очень мало исторических материалов о кабудо, потому что это искусство передавалось от мастера к ученику в строжайшей тайне. Чтобы защитить себя от грабителей, акинавцы научились использовать различные сельскохозяйственные инструменты в качестве эффективного и грозного оружия. Это искусство получило название кабудо. Другим символом окинавской стойкости является замок Шуриджо. Первоначально замок Шуриджо, полностью разрушенный во время Второй мировой войны, был возведен в 15 веке. Современный Шуриджо был скрупулезно восстановлен в первозданном виде. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь Огидо проведет свое занятие по карате буйо. Субтитры создавал DimaTorzok 、 который нам подарил на улицу, после этого создавал DimaTorzok Ежи разyu воде по карате буйо. Субтитры создавал DimaTorzok Огидо, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Куптитры создавал DimaTorzok Некоторые движения карате и карате буйо очень похожи. Разучивание этих новых ката очень полезно для развития концентрации. Хорошо находиться в женской компании. Здесь совсем другая энергетика. Проникнуть в мужской мир очень трудно. Но я никогда не говорю себе, ты никогда с ними не сравнишься. Потому что если у тебя такие мысли, то и пытаться не стоит. Девушки хорошие, девушки сильные. Я тоже. Я думаю, что это очень право. Я согласна. Поскольку ментальная сила выше физической, я попросила Жана отвезти меня к его мастеру дзен на урок медитации дза дзен. Для меня ката это медитация в движении. И я уверена, что дза дзен поможет в развитии самодисциплины и внутреннего спокойствия. Соги Сакивама является мастером дзен, или роши, что значит примерно то же, что сенсей. В молодости он 12 лет изучал карате, перед тем, как обратиться к практике дзен. С тех пор роши постоянно изучает дзен-буддизм. Продолжение следует... Может показаться, что дзадзин не имеет ничего общего с каратэ. Но я уже вижу, как это поможет мне значительно поправить осанку и упорядочить дыхание. Практикующие медитацию просят периодически бить их по спине палкой, чтобы помочь им сохранить концентрацию и не уснуть. Эти удары дают им энергию оставаться бодрыми в течение долгих часов занятий. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сенсей Иха может быть невелик ростом, но для меня он гигант. От него не ускользает ничего, даже неправильное положение моего пальца. Мой визит на Акинаву подходит к концу, и теперь лишь одна мысль не дает мне покоя. Скоро после всех моих трудов и усилий всех моих учителей, мне предстоит исполнять ката перед сенсеем Иха. Вскоре Жазет будет демонстрировать ее ката главному мастеру Акинавы, сенсею Иха. Но перед этим она наносит визит к нему домой. В Японии быть приглашенным в чей-то дом – это большая честь, и я чувствую себя польщенной. И я знаю, что мастер Иха наблюдал за развитием карате в 20 веке, и хочу спросить у него, какое влияние оказала война на Акинаву и ее боевое искусство. Сенсей говорит мне, что в детстве он был очень слаб, и отец отдал его заниматься карате, чтобы он мог постоять за себя. Он начал всерьез заниматься карате, когда ему было около 15 лет. А потом началась война. 18, 17? 17. 17. 17. 1 апреля 1945 года началась битва за Акинаву между армиями Японии и США. За три месяца боев большая часть острова была уничтожена, и погибло более 200 тысяч человек. В последующие годы все силы были направлены на восстановление острова, а американский запрет на все боевые искусства означал конец карате. во время войны сенсей Ихо потерял отца и брата. Его матери удалось сохранить несколько фотографий, вынеся их из разрушенного дома. Я смотрю на его улыбающееся лицо и не могу представить, какие мысли проносятся сейчас в его голове. Несмотря на дождь, мы продолжаем отрабатывать движение. И хотя мои мысли постоянно возвращаются к сенсей Ихо и его рассказу о войне, постепенно я растворяюсь в повторяющемся упражнении. Когда тебя поправляет сенсей Ихо, ты невольно напрягаешься. Поскольку я не являюсь его постоянным учеником, это также большая честь. Я должна запомнить все, что он мне говорит. Я не могу его разочаровать, и это дополнительная ответственность. Сенсей Ихо ведет нас, Лесли, на Окинавский военный мемориал. За все годы после войны он приходит сюда всего во второй раз. Когда я спрашиваю его, что он чувствует, читая имена своих отца и брата на этом камне, он отвечает, моя печаль не важнее печали других людей, имена чьих любимых выбиты на этих камнях. Сенсей Ихо рассказывает, что когда он вернулся на Окинавский, все изменилось. Дома с красными крышами и вся растительность острова были уничтожены. Именно здесь, летом 1945 года, двое японских офицеров совершили ритуальное самоубийство Сипуку в знак своей ответственности за поражение в битве за Окинаву. Американцы называют это место «Утес самоубийц». Спокойствие Сенсей Ихо перед лицом прошлого производит на меня большое впечатление. Неожиданно Сенсей Ихо подходит и начинает наблюдать Ката Жозет. Я понимала, что мнение Сенсей Ихо будет значить для меня многое. Он обладает самым высоким рангом в мире карате, но дело не только в этом. Я хочу, чтобы я могла гордиться собой. Я должна очистить свое сознание и преодолеть страх. Я должна полностью контролировать себя эмоционально. Я знала, что идеально исполнить Ката я не смогу, но вложила в нее все, что у меня было. Сенсей Ихо снисходителен ко мне. Он поправляет всего пару деталей. Он мог бы указать мне на массу неточностей, но мы оба знаем, что над Ката нужно работать всю жизнь. Карате родилось из целеустремленности. Способность окинавцев преодолевать трудности, используя принципы карате, является свидетельством их гибкости. Мне очень повезло, что я могла рассчитывать на помощь Жанна Френетта. Он познакомил меня с мастерами, которые помогли мне продвинуться к пониманию пути, до. Традиционалист Кинжо, повар Чинэн, современный воин Таиро, художник Агидо, мастер Дзен Соги Сакивама и, наконец, сенсей Ихо, великий мастер и свидетель ужасной истории нашего времени. Изучение новой Ката укрепило меня в мысли, что чем больше ты изучаешь боевые искусства, тем лучше понимаешь пределы своих возможностей. Возможно, понимание этого является частью пути до. Единственный ответ – продолжать упорные тренировки, а когда придет время, отдать себя всю без остатка. Моя цель в изучении боевых искусств – пробиться сквозь рутину жизни и прикоснуться к дару великих мастеров – искусству быть непобедимой.